Добро пожаловать в мир противостояния религии и науки. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Сабир. Это уже четвертая книга автора, которую мы обсуждаем на этом канале. Остаются еще три произведения и все, все миссии выполнены. И, соответственно, мы уже успели ознакомиться с сюжетами предыдущих книг. И так или иначе, они были связаны прямо или косвенно с темами науки и современных технологий. А в данной истории автор решил схлестнуть эти две темы друг с другом, благодаря чему в книге обсуждается очень актуальная на сегодняшний день тема противоборства религии и науки. То есть основной концепт произведения именно в этом. Итак, представляю вашему вниманию книгу. Ангелы и демоны. Дэм Браун. Отдельно стоит отметить издательство и качество печати. И это тоже акт, кто бы сомневался. Книга удобная, с очень плотной и качественной бумагой. Однажды, кстати, я сделаю один такой специальный выпуск про сами издательства. Будем обсуждать обложки, качество бумаги и все прочее в одном ролике. И из всего перечня, конечно, я выберу самое лучшее. А пока в этом выпуске я вкратце расскажу вам, о чем эта книга. История о следующем. В Ватикане практически сразу после смерти очередного папы происходят несколько странных преступлений. Более того, из Европейского центра ядерных исследований, то есть ЦЕРН, после ввода в эксплуатацию Большого Адронного Коллайдера убивают ученого. Но самое ужасное это то, что при этом из лаборатории пропадает образец вещества с антиматерией. Вскоре швейцарские гвардейцы, охраняющие папу Ватикане, на своей аппаратуре для видеонаблюдения обнаруживают таймер, производящий обратный отчет. И естественно, со всего земного шара руководство церкви не смогло обратиться за помощью никому, кроме как Роберту Лэнгдону, гарвардскому профессору религиозной символогии. Во всех этих преступлениях подозревают Орден Иллюминатов. Лэнгдон считает, что контейнер с этим самым антивеществом находится в одной из тайных церквей и пытается найти дорогу к этому месту при помощи знаков и символов в Старом Городе. Вся история, как под копирку, слеплена по образцу остальных книг автора, как я и говорил множество раз до этого. Однако, если вам понравилась книга «Кот да Винчи», то уверяю вас на все 100%, что это тоже вам понравится, потому как в ней отмечено целое множество исторических фактов, в том числе из истории самого Рима, великих итальянских художников и скульпторов, а также самой церкви и религии. То есть все произведение – это как краткий экскурс по истории Ватикана. Только бы факты были на все 100% правдивы, и все было бы замечательно. Я, например, знаю одного молодого человека, который столько времени посвятил копанию в каждой из историй Дэна Брауна. Чтению между строк, тайным посланием, конспирологическим теориям и всему прочему, что обычный читатель увидеть не в состоянии. Ну, я так скажу, я не ярый фанат этого автора, чтобы узнавать все мельчайшие детали его произведений. Мне нравится его слог и стиль повествования. И, в принципе, я еще не встречал такого автора, в чьих работах я копался бы днями и ночами. Хотя нет, одна поправочка. В книгах Говарда Лавкрафта, в некоторых из историй, я погружался с головой и хотелось побольше узнать об этой вселенной и вообще о том, что происходит в этой истории. У него, как вы знаете, вселенная богатая. Кстати, примечательно, что сразу после издания роман Дэна Брауна «Ангелы и демоны» не снискал большой популярности у публики. И только после успеха второй истории автора, Кода да Винчи, читатель по достоинству оценил и предыдущее произведение. Но не у всех мнения по этому поводу одинаковые. Вот сейчас я смотрю третий сезон сериала «Ты». История про убийцу, который убивает всех, кто мешает ему в отношениях со своей девушкой. И иронично то, что главный герой работает в книжном магазине и постоянно делает отсылки на великих классиков и цитирует их мысли. Знаете, всегда хотел уметь применять цитаты в нужный момент разговора с кем-либо. Так же, как и главный герой сериала. Ну или как всякие умники в фильмах. Но, как и всегда бывает в реальной жизни, в нужный момент все забывается. И ничего не могу вспомнить. Зато после разговора в голове резко всплывает 50 тысяч разных сценариев. О том, как я процитировал это или эффектно сказал вот это. Ну, короче говоря, все прекрасно знакомы с этой ситуацией. Кстати, советую посмотреть сериал в оригинале. У главного героя очень классный закадровый голос. Короче говоря, в сериале, еще в самых первых сериях, главгерой пару раз говорил о Дене Брауне. Причем говорил о нем не в очень хорошем ключе. Он взял новый роман Дэна Брауна, когда вошел. Теперь он будет ходить по рядам и искать еще минут 5-10 что-нибудь приличное, с чем его купить. Для меня это спорный вопрос. Я читаю и классиков, и современных читателей. И не всегда бываю в восторге от всех книг, которые читаю, конечно же. Но Дэн Браун занял определенную нишу в моей коллекции. И определенно неплохую. То есть не в моей, это семейная коллекция. Вот те разноцветные красавицы, они мои. Мам, пап, простите. Так вот, его истории могут быть притянуты за уши. Могут быть неправильными с исторической точки зрения. И в этих произведениях в самом деле бывает куча сюжетных и тем более исторических неувязок. Но что с того? Все, будем честны, свою первоначальную задачу развлечения публики роман выполняет на все 100%. Кого-то не оставят равнодушными неожиданные повороты сюжета. Кто-то будет от души развлекаться и искать ляпы и многочисленные штампы. Куда ж без них, ведь это не документальное кино. Роман не скучный, то же самое относится ко всем остальным произведениям. И это самое главное. Можно спокойно читать эти книги, чтобы мирно скоротать время теплым вечерком. Читается очень легко и увлекательно, на одном дыхании. Не хочу многократно повторять все это. Все то, что говорил в предыдущих выпусках, но тем не менее. То есть всем, кто сомневается, брать эти книги или нет, я уверенно говорю, берите. Получите удовольствие. К тому же фильм, снятый по мотивам этого романа, тоже очень хороший. Том Хэнкс в этой роли бесподобен. Так что советую ознакомиться с фильмом, снят очень добротно. Кстати, любопытный факт. Вы уже знаете из прошлых роликов, что роман был экранизирован в 2009 году. И это является второй книгой автора. Любопытно, что после этого на официальном сайте Церна появилось объявление о том, что описанная в книге ситуация с антиматерией абсолютно невозможна с точки зрения физики. То есть один из сотрудников центра отметил, что на создание одного лишь грамма этого вещества потребуется несколько миллиардов лет. Представьте себе. Так что долой до тошности придирчивость и привет наслаждение. Не стоит так зацикливаться на фактах. А что касается цитат и умных мыслей, в книге ничего особенного не было. Разве что пару цитат. Одну из них я желаю вам. Шагай гордо, улыбайся широко и весело. И пусть они недоумевают, чему ты так радуешься. Вот так. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Кстати, в нашей книжной коллекции недавно было пополнение. Двое моих хороших знакомых практически в идентичное время решили поделиться со мной ненужными им книгами. Поэтому теперь у меня их на 90 штук больше. Да, знаю, сорвал джекпот. Как-нибудь покажу вам их всех в полном масштабе. Не представляю за сколько времени я их всех прочитаю. А что, вся жизнь впереди. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока.